Сегодня я хочу напомнить о портфеле, который я создавал на 100 тысяч рублей. И я сделал из него полноценный инвестиционный продукт, как мне кажется. И сейчас я хочу вам его представить. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. И напоминаю, что недавно я выпустил серию видео, там несколько видео было, насчет того, как сформировать инвестиционный портфель на 100 тысяч рублей, потому что я рассчитываю, что 100 тысяч рублей это такая сумма, которая, в принципе, есть у довольно многих людей. Причем 100 тысяч рублей это не ровно 100 тысяч рублей и все. А там плюс-минус, скажем, у кого-то 80, у кого-то 200 тысяч. В принципе, данная методика подойдет до 300 тысяч вполне себе. И напоминаю, что я сделал. Я создал табличку в Excel, в которой я сделал примерно вот такой вот портфель. Смотрите, я разбил его на две части, на рублевую и валютную. И 10% я оставил на срочный рынок. Но сейчас у меня срочного рынка нет пока, я поэтому могу вот здесь, вот смотрите, в этой табличке я оставил зелеными те поля, которые можно менять на зеленом фоне. На желтом фоне не надо менять, потому что это формулы. То есть, смотрите, вот я могу оставить на срочный рынок не 10%, а, например, 0. Пока вот у меня в данном случае такое. Ровно 50 на 50. Поэтому, значит, у меня стоит 58 тысяч, но у меня там была сумма в 130 тысяч. 58 тысяч 945 рублей 56 копеек на рубли. И ровно такая же часть в валюте. Вот, вводим тот курс валюты, который был на тот момент. И у меня на тот момент получилось 887 долларов и 64 793 рубля. Но потом курс доллара изменился, соответственно, доли немножечко изменились. Вот, вот здесь на желтом фоне это сумма вот всех этих трех частей. Срочный рынок, который сейчас 0, вот, ну, вы видите, да. Да, срочный рынок валютный и такой рублевый. И, ну, в эту табличку каждый может подставить просто легко свои суммы. То есть, вот он разбил сумму пополам, поставил здесь сумму в рублях, здесь сумму в долларах, сколько получилось, здесь текущий курс доллара. И все автоматически разбилось. Кроме того, можно поменять вот эти цифры соотношения. 40 на 60, 40% у меня было на надежные инвестиции, типа облигации или евробонды какие-то. А 60% ну, сфиксированные, ну, сгарантированные или сфиксированные, ну, по крайней мере, надежные. Вот. И менее надежные, но более прибыльные потенциали, это акции. Акции в рублях и акции в валюте. Ну, у меня 40 на 60%. И планируется вот это соотношение всегда сохранять. 40 в надежных, 60 в менее надежных, но более рискованных и потенциально более прибыльных. Ну, 10% я планировал на срочном рынке, пока я держу там 0. Вот. И, значит, что я дальше сделал? Я дальше сделал, зашел на сайт Finviz. И вот сейчас я его покажу вам. Вот он, Finviz. В Finviz я зашел вот сюда, скринер. Нет, в группы. В группы и valuation. И вот здесь весь индекс S&P 500 разбит на 11 групп. Значит, Basic Materials, Communication Services и так далее, и так далее, и так далее. И в соответствии с Market Capitalization у меня были доли в соответствующей отрасли. То есть мой портфель в долларах максимально я пытался сделать так, чтобы по отраслям, по крайней мере, он был разбит и повторял индекс S&P 500. И, соответственно, я вот эту табличку скопировал вот сюда, вот она. И, значит, здесь получилось, вот я столбец ввел, получилось сколько-то процентов в каждую отрасль. Дальше я вбил, вот куда я вбил свои денежки. Так, вот смотрите, мой портфель, обзор Е12. То есть вот отсюда я беру вот эту сумму, вот эту, нет, не вот эту, а сумму я беру вот эту, вот она сумма, да, Е12, да, совершенно верно, Е12. Вот эту сумму, которая предназначена в акции, и разбиваю, сколько всего в каждой отрасли у меня получилось. Здесь уже стоят формулы, вы видите, да. Ну, давайте я их вот так вот, эти формулы, желтеньким сделаю сейчас. Вот они, эти формулы. И здесь видно, сколько на каждую отрасль у нас доллара ведет. Дальше я беру и выбираю среди этих отраслей, вы помните, да, было соответствующее видео, что я выбирал среди этих отраслей конкретные компании, которые можно, так сказать, купить вот на эту сумму, которая получилась. То есть в этой отрасли я искал компании, в которые можно вложить вот такую сумму. Как я искал эти компании? Ну, максимально эффективные. Я в качестве максимального критерия эффективности выбрал критерий forward P на E, то есть те компании, которые максимально быстро окупятся за счет получаемой прибыли. Ну, вот такой критерий я выбрал. Можно критерии другие какие-то выбрать, ну, вот такой. И, соответственно, я создал вот такой вот портфель. Портфель. Это и на основе тех данных, которые в Finviz были. То есть у меня получилось Lumen Technologies на первом месте стояло среди Communication Services. И, значит, соответственно, смотрим сюда. Communication Services. 61.35 долларов. Вот я его на 60 долларов приобрел 5 акций Lumen. Ну, и, соответственно, остальные примерно так же я разбил просто на какие-то компании. Ну, в некоторых секторах получилось 2 компании, в некоторых одна компания. Там как уже получилось сколько-то. То у кого-то 1 акция, у кого-то нет. Ну, получилось максимально близко вот к этому распределению. Кроме Basic Materials я ничего не нашел. Дешевле, чем 30 долларов. Ну, и бог с ними. Вот, ну, то есть, как бы, что можно, то и сделал. Вот. Вот такое распределение. Что я дальше сделал? Я дальше купил конкретные акции. Вот они. И вот эта вот табличка, она актуальна на текущий момент. Посмотрите. То же самое я постарался сделать, ну, уже, так сказать, там с рублями. И с надежной частью. Надежную часть я вложил в инструменты ETF от открытия, который, так сказать, ну, я рассказывал, что такое надежная часть. Открытие FKEOP. Ещё одну часть и FX ETF. FX RV ETF. Вот в такие надежные части я вложил эту вот, ну, надежную часть. Вы можете вложить другие там. Может быть, там кто-то в ВТБ, так сказать, есть соответствующий инструмент от ВТБ. Есть соответствующий инструмент у Тинькофф Брокер. Так сказать, у Альфы есть соответствующие инструменты. Вот, пожалуйста. Ну, я выбрал вот эти, потому что я в открытии Брокер. И, собственно говоря, вот так у меня получилось. Теперь, что самое интересное. Смотрите. Ну, вот акции в рублях я выбирал вот здесь, вот в этой табличке. Ну, смотрите. Здесь у меня и того инвестировано вот столько. Там формула. Она сама считает и так далее. Но, что я считал? Я взял, распределил вот все те деньги, которые у меня были. Вот они. Это то, что я хотел вложить в рублевую часть. Вот. Откуда она взялась? Да вот отсюда, опять же. Да. Вот отсюда она взялась, рублевая часть. И я начал ее вкладывать вот сюда. Ну, здесь проще. Я разбил на отрасля, так как я не знаю, по какому критерию, но как-то я разбил. Где-то я металлы и добычу, наверное, увеличил. Там, может быть, химию увеличил, здравоохранение, не помню. А эти у меня только одна компания Яндекс. Поэтому, значит, ну вот я по-разному все это разбил немножечко. Ну, здесь примерно я просто равные доли и примерно вот в таком соотношении я вкладывал. Я сюда вписывал цену акции текущую и вкладывал. Например, я ставлю вот один, например, да, одна акция. Покупаю и смотрю, так, 5 тысяч у меня не хватает, видно, да. Вот, всего у меня 48 тысяч инвестировано в эту самую. Значит, я беру вот здесь вот ноль. Ну и так далее. То есть я вот при помощи этой таблички распределяю как-то активы по тем отраслям, которые у меня есть. Вот такой вот инструмент. Что дальше? Дальше, смотрите, вот фондовый рынок получился, вот SPB. Дальше вот у меня табличка. И в этой табличке у меня есть, посмотрите, ну текущее состояние. Вот то, что я купил, вот в соответствии с той табличкой в Excel. Вот они все эти акции здесь есть. Что интересно, что я регулярно буду делать, ну там по крайней мере раз в неделю, наверное, буду делать обзоры этого портфеля. И я могу регулярно делать следующее. Смотрите, вот сюда нажимаю, ну в любом месте этой таблички на самом деле, беру и нажимаю вот сюда, вывод через DDE сервер. Вот. И пишу вывести сейчас. И закрываю. Все. Данные в табличке Excel обновились. То есть, вот сейчас, смотрите, здесь 452.30 и в табличке Excel мы смотрим. 452.30 это формула, она считается. Ой, зачем я? Тут надо желтым все это сделать. Вот. Это все формулы, они все считаются. То есть, 452.30. Всего балансовая стоимость 445.98. Но видно, что в долларах я получил вроде как прибыль. Вот. В долларовом выражении. Ну, собственно говоря, точно так же у меня из терминала есть сервис, видите, да? То есть, я это сделал. Который транслирует, экспортирует все данные из терминала. Текущие, с текущими ценами. Вот они, вот, текущие цены. Все это можно проверить легко. И с текущими ценами табличка вот здесь. Вот это в Excel табличка. И что я хочу сказать? Вот она. Значит, здесь уже можно посчитать прибыль. Насколько выросла или упала защитная часть, рублевая часть и так далее. Я это, ну, могу поменять. И вот он портфель мой в динамике. Значит, 15 февраля я начал создавать его. 22 февраля он как бы вырос немножечко. 6 марта он сейчас упал. Вот мы видим динамику. Сейчас всего три точки, поэтому раз, два, три точки. Но количество этих точек будет прибавляться. Я просто сюда буду ставить данные. И просто чик. Я экспортировал эти данные в табличку. И все. И вот здесь вот я буду писать курс доллара. Вот здесь вот курс доллара. Текущий я буду писать. Ну, вот что я сделал. Я считаю, что проделана очень такая неплохая работа. Каждый может сделать, создать свой портфель, используя вот эту вот простейшую табличку. Ну, как простейшую. Она не такая уж и простейшая. Вы видите, что, ну, во-первых, все распределено. Во-вторых, можно отслеживать, регулярно экспортировать данные из таблички. Можно ее повторять. Я знаю, что многие повторяют. И я говорил, что, ну, наверное, можно сделать эту табличку, ну, как-то динамической и доступной для всех. Поэтому я решил это сделать. То есть вот эту табличку я решил разместить на Google диске. И ссылочка будет, и этой ссылочкой я буду делиться, ну, поделюсь со всеми, кто пожелает. Ну, я считаю, что каждый труд должен вознаграждаться. И так как этот портфель на 100 тысяч рублей, то я решил, что сумма в 1% от этой суммы вполне себе заслуженная. Поэтому я решил сделать следующим образом. Я решил сделать вот такую страничку. Вот сейчас я вам ее покажу. Ссылочка на эту страничку у вас будет. Demetkov.justclick.ru. Портфель 100 тысяч рублей. Так назвал я этот продукт. Вот. Вы здесь вносите свои данные, фамилии, имя, отчество. E-mail, на который я буду присылать письма с обновлением портфеля регулярно. Ну, ваш телефон, чтобы я мог позвонить, уточнить что-то. Сумма. И дальше, да, я хочу. Вот и все, так сказать. Вот тысяча рублей. Мы выбираем оплата с карты на карту. Оплатить. И все максимально просто. В ответ вы совершенно автоматически, здесь система настроена, вы совершенно автоматически получите письмо со ссылкой на эту табличку. И, кроме того, я решил создать, ну, две группы. Одна будет группа в Telegram закрытая, другая в VK, я думаю, будет закрытая тоже группа, где, ну, я буду регулярно эту табличку тоже выкладывать. Вот, ну, а кроме того, вы сможете всегда актуальную табличку, так сказать, скачивать с Google Диска, ну, просто для себя. И все. И формировать уже свою. Если ваш портфель будет не совпадать с моим, пожалуйста, вот по указанной методике вы можете прямо вот, ну, как бы, свою табличку такую же создать. И точно так же все это делать. Ну, вот такая информация на сегодня. Ну, вы видите еще раз, что портфель пока вот, ну, статистика небольшая в динамике. Он упал, ну, в принципе, сейчас вообще у всех все упало, поэтому ничего удивительного, опять же. И, с другой стороны, ну, как бы, вы видите, что все честно, я не буду говорить, что все там растет, растет, растет. Но на коротких промежутках, так сказать, может и падать, на длинных, скорее всего, будет расти. Я надеюсь, что я выбирал правильно компании по правильным критериям. Ну, а как выбирают другие управляющие, я, наверное, расскажу немножечко. Ну, здесь есть масса разных подходов, масса разных вариантов. Вот я вам изложил свой, и, пожалуйста, вы можете следовать. Многие из моих подписчиков просто выражали желание и хотели, говорили, что да, мы хотим такой сервис. Я его сделал. Вот так. На сегодня все. Лайк, напишите, что вы думаете, так сказать, все, что хотите, напишите. Напишите, что я жлоб и так далее. Вот. Но на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале и до встречи. С вами был Демитков Юрий.